Социально-экономическое развитие республики и исполнение бюджета обсудили сегодня в Доме правительства. Итоги предварительные, но уже по ним можно судить, как регион завершает текущий год. В каких отраслях намечается положительная динамика и где необходимо подтянуться, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Предварительные итоги показывают, экономика республики развивается. Положительная динамика наметилась в сельском хозяйстве и промышленности. 19 предприятиям в этом году удалось заработать больше миллиарда рублей. Продолжается сотрудничество предприятий со стратегическими партнерами. По итогам года мы ожидаем рост поставок продукции наших предприятий на 5-7% в основном в адрес Паурус-сети ООО РЖД. На отдельных предприятиях заработная плата уже превысила средний российский уровень 35,5 тысяч рублей. На показателях агросектора отразилась неблагоприятная погода. Сельхозподприятиям республики пока не удалось собрать плановое количество овощей и картофелям. Объем продукции сельского хозяйства по оценке 103,3% составит. Картофеля еще достаточно в земле. Это средства наших сельхозваропроизводителей, земледельцев. Это сотни миллионов рублей. Надо все, конечно, выкопать. Задачу я поставил и перед главными еще раз надо принять все меры для того, чтобы завершить. По строительной отрасли ударило снижение покупательского спроса. Объемы ввода жилья пока не превышают 90%. Но все же положительные тенденции есть. Жители республики стали чаще оформлять ипотечные кредиты. Ипотечное кредитование по динамике улучшается по сравнению даже с первым полугодием текущего года. И хочется надеяться, что наши строители, предприниматели примут все меры для того, чтобы подтянуть эти цифры и сами, чтобы завершили свою финансо-хозяйственную деятельность с прибылью или по нулевой ставке. Бюджет республики будет сформирован без дефицита. И в перспективе это позволит почти наполовину сократить госдолг. Больше, чем в прошлом году, в региональную казну поступает налогов на прибыль и акцизы. Темпы роста собственных доходов по консолидированному бюджету выше, чем Российская Федерация, Приворско-федерального округа и четвертое место среди регионов. Члены правительства обсудили и выполнение программы капитального ремонта. В большинстве домов уже заменили коммуникации, электрику и кровлю. По плану 2015-2016 года 429 многоквартирных домов вкупе с теми домами, которые отремонтировали в прошлом году 294, получается более 700. Соответственно, это говорит о том, что каждый пятый многоквартирный дом в республике уже прошел по программе капитального ремонта за два года реализации этой программы. На счете рекоператора на 1 октября 2016 года формирует фонд капремонта 4239 многоквартирных дома. От них поступило взнос на капремонт 1 миллиард 45 миллионов 55 тысяч рублей. В принципе, собираемость растет и задолженность погашается, а за последний месяц к начисленному 94%. Собранные средства не должны залеживаться на счетах, отметил глава региона. Нужно управлять, имея управленские таланты, способности, навыки. Краткосрочный план капитального ремонта на следующий год намерены утвердить на следующей неделе. Медриковалев, Росель Мухаметов, Республика.